Вот смотрите, Минск это нормандский формат, это договоренности между Германией, Францией, Украиной и Россией. Украина может все что угодно хотеть, может придумывать новые форматы и новые города, переносить в Казахстан, Эрдогана предлагать. Но без согласия еще трех сторон это невозможно, потому что они субъекты нормандского формата. И поверьте мне, от того, что поменяется переговорщик, а не поменяется суть взаимодействия Украины и ее власти со всеми участниками мирного урегулирования, ничего не произойдет. По сути, что делает Зеленский? Да то же, что и Порошенко. Он затягивает этот процесс. После того, как Порошенко попытался внести изменения в Конституцию, и если вы помните, представители партии Свободы или каких-то других радикальных партий бросили гранату, погибли нацгвардейцы возле Верховного Совета Украины. И после этого, по политическому процессу, Украина больше не двигалась. Так вот, прошло уже пять лет. И то же самое не делает Зеленский. Эрдоган, допоможем? Каким образом? Я думаю, что, во-первых, Эрдоган достаточно зависим от России. У Эрдогана сейчас достаточно большие проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией, на фоне падения их национальной валюты. У них приличный экономический кризис. Экономика Турции держится на русских деньгах, на туристах, на покупке оттуда овощей и продукции сельского хозяйства. Поэтому не питайте иллюзий. Вам еще дают один какой-то маячок. Вот сейчас с Эрдогана втянем, и тогда точно мир. Не будет этого. Есть подписанные соглашения, нужно находить консенсус в нашем обществе, нужно садиться за стол переговоров, понимать, на какие условия мы согласны пойти, каким должен быть особый статус, или он должен быть у каждого региона, и на каких принципах и условиях должна проводиться амнистия. Без этого движения не будет. Семь лет достаточно длинный срок, чтобы это уже все поняли. Вот каждый день они рассказывают о том, что завтра что-то изменится. Семь лет. Семь лет разрушается страна, уезжают дети, уезжает будущее поколение, убегают инвесторы. И это такая тлеющая рана, которая на самом деле сейчас уже интегрирует Донбасс не в Украину, а туда. Смотрите, они получили паспорта и получили возможность участвовать в голосовании, выбирать органы Российской Федерации. Наши органы они выбирать не могут. Они получили полностью снятие блокады с предприятий, которые находятся на неподконтрольной территории, и по сути единое пространство с Россией, а мы от них отгородились. Друзья, еще пару лет этой демагогии, еще пару лет этого популизма про войну до последнего украинца, и у нас не будет и Донбасс. А вполне возможно и чего-то другого. Сергей Власников.